Так, ну вот, например, визуализация для улучшения коммуникаций. Пример западных компаний, одной из немецких компаний, с планировкой офиса, фотографии, то есть достаточно такая простая визуализация, она помогает быстро найти нужного специалиста и попутно подобная визуализация, она может закреплять зону ответственности работников. В данном случае она не закреплена, но, опять же, можно совместить два стандарта, если в этом есть необходимость. Подобные стандарты, они актуальны для крупных компаний, для больших компаний, с большим бюрократическим аппаратом, там, где сотрудники тратят много времени на поиск других сотрудников. То есть при согласовании какой-то документации, например, надо пробежать по кабинетам и у нужного специалиста найти нужного специалиста и поставить подпись, например, или передать какое-то сообщение корреспонденцу, передать документ. Но вы не знаете, как этот специалист выглядит, где он находится. Такие штуки, они очень сильно выручают. Подобный пример, уже российский. Дополнительно подобные вещи, они очень актуальны не только в крупных компаниях, но и в небольших компаниях, которые занимаются оказанием услуг. То есть, которым приходят люди, и любому человеку приятно, что он может сэкономить несколько секунд свое время и не ходить по кабинетам, не спрашивать, кто чем ему может помочь, если он это все может получить при входе этой информации. Многим людям, например, некомфортно ходить по кабинетам и задавать вопросы. Некоторые люди могут просто, столкнувшись с организацией, где непонятно, что где находится, развернуться и уйти. Такое тоже бывает. Процент таких людей небольшой, но тем не менее. Визуализация в сервисе подобная, она тоже очень хорошо помогает. Именно с точки зрения навигации. Дополнительно к такой навигации могут быть, например, проделаны стрелки на полу. То есть, тоже люди такое делают. То есть, приходите в какой-то офис, крупный, например, видите такую вот фотографию в виде, такую вот картинку в виде, описание, кто где находится и чем этот человек может вам помочь. Видите цветовую маркировку у каждого человека и стрелочки на полу, куда идти, например, чтобы их найти. Такие варианты тоже есть. Спасибо. Продолжение следует...